Итак, всем добрый вечер. Меня зовут Наста Лойка, я из команды Human Constant, сама правозащитница, и уже даже мы не можем посчитать, который год, который раз мы проводим тематические недели за равенство и инклюзию. Раньше они назывались в каноничном виде недели против дискриминации и ненависти, но всегда хочется что-нибудь более позитивное. В какой-то момент мы их назвали за равенство и инклюзию. В этом все на деле, потому что нам кажется, что в актуальной ситуации и даже в актуальный период этого сильно не хватает. И поэтому очень рада, что, несмотря на все события вокруг, на миллионы альтернативных вариантов, чем можно заняться во вторник вечером, вы пришли сегодня к нам. И мне особенно радостно, что сегодня в этот вечер с нами Оля. Про Олю пару слов, наверное, тоже уже читали в анонсе, про то, что Оля, она, скажем, мистка, тренера по собороне и средствами по методу ВНДО. Может, как раз Оле немножко расскажет про сам подход, чтобы люди тоже понимали, что это имеется в виду. И как раз тема сегодняшней нашей лекции, мне кажется, очень важной, про то, как изучать свои границы с собой, то и себе, когда себя дискримируют. К сожалению, мы часто наблюдаем и можем попадать в ситуации дискриминации, все люди обладают какими-то признаками, по которым можно дискриминировать. И, наверное, очень важно понимать, как в такой ситуации ощущать свои границы. И вот сегодня мы будем с вами про это разговаривать. Есть чатик, напоминаю, в который можно задавать вопросы. Мы их будем в том числе озвучивать. И на этом, наверное, передаю слово Оле и не буду долго выгодствовать. Оля, тебе слово. Всем привет. Я немного переживаю, что у меня будет плохой интернет. Но проверим, как это будет выглядеть. И я начну сразу показывать презентацию, может. И попрошу какой-то сигнал. Если вы видите ее уже на экране, то дайте знать, как это. Отлично. Все видно. Все, все видно. Хорошо. Так, тогда меня зовут Оля. И я занимаюсь темой ассертивности и темой самообороны физических и психологических границ по методу ВНДО. Мне очень приятно видеть знакомые лица некоторых из вас, кого я знаю. И сегодня я хочу поговорить именно об ассертивности и о таких моментах, когда кто-то нарушает наши границы, в том числе дискриминируя нас, используя какое-то насильственное общение, либо взаимодействие с нами, как мы можем себя предостерегать от таких людей. Я заявила это в теме, таким словом, токсичных людей, но сегодня я бы вообще говорила про нас, про наши границы, что это, с этого я хочу начать. И потом углубиться к ассертивности. И потом, если у нас останется время, поговорить еще про наши реакции, как мы можем непосредственно уже реагировать. И что для этого надо, и как спросить у вас, как вы делаете, чтобы на таком опыте совместном уже вырабатывать какие-то для нас нужные решения. И я буду листать слайды, и к слайдам буду дополнять какую-то такую информацию, которую важно, мне кажется, проговорить в эти моменты. И, как я сказала, я бы хотела начать вообще с понятия таких границ. И вся наша планета поделена на границы, на страны. У стран есть города, там, например, у этих городов есть улицы, у улицы есть дома, у домов есть квартиры, в квартире тоже есть какие-то зоны. И это связано с таким миром, что, с одной стороны, очень хорошо, когда мы разделяем и находим пространство именно свое, даже в большом доме. С другой стороны, такие пространства помогают нам опираться на то, что мы знаем, что, например, эта комната моя, и я могу в ней укрыться. Точно так же с нашими границами психологическими, это такое понимание отграничения от других людей, которые за такой линией, можно сказать, можно выбрать себе, что у меня не линия, у меня лес. Например, мой какой-то там с моим собственным я, и это, собственно, я позволяет мне функционировать среди других я именно в таком виде, в каком хочется мне. И мои четкие психологические границы, они позволяют мне понимать, где я, а где не я, например, что я чувствую, а что чувствуют другие люди, и как я, например, хочу зависеть от этих чувств, либо не хочу зависеть. Например, что нравится мне, а что мне не нравится, и я, например, что-то делаю только потому, что делают другие, или я это делаю, потому что я хочу это делать. Не потому что я могу, но я хочу. И так далее. То есть вот эти границы, это на самом деле то, что создаю я с самого рождения и могу видоизменять. Но стоит помнить, что вот эти личные наши границы, они предполагают такое пространство, которое базируется на интересах. Например, я люблю, например, по вечерам зимним пить горячий чай и пазлы собирать. Либо по убеждениям, например, что мне нравится или мне не нравится, когда при мне кто-то шутит сексистски, например. Либо принципы такие, как я знаю, что я не буду никогда в таком общении, в котором меня оскорбляют. Или ценности, что, например, по выходным я хожу к своим родителям на обед. Важная такая информация, что вот как многие такие качества в нас физического плана передаются по наследству, то наши границы, как я сказала, мы формируем. И очень много зависит, к сожалению, вот когда мы уже вырастаем, понимаем, что очень многое зависело от того, как мы воспитывались, но на самом деле, несмотря на то, что в детстве были заложены какие-то свои принципы взаимодействия со взрослыми или как взрослые нас воспитывали, мы уже, будучи взрослыми людьми, можем на самом деле как-то выстраивать свои границы, менять их в зависимости от дня, от человека, от ситуаций, в которой мы находимся для того, чтобы все-таки взаимодействовать по тому принципу, который мы выбираем для себя сами, а не по тому, который от нас требуют другие, причем не учитывая наши интересы. И еще перед тем, как перейти к такой вот более конкретной дискуссии, или в начале моего монолога, а потом, надеюсь, к нашему диалогу, я подумала, что важно поговорить вообще, какие могут быть виды личных границ, в зависимости от источника или в зависимости от того, какой школы, например, психологической придержится конкретный специалист, специалистка, выделяются разные границы. Я сейчас буду говорить о таких пяти пунктах, они могут называться по-разному, но я их сейчас определю, например, как такие жесткие границы. Если у меня супер жесткие границы, это значит, я такой человек, если говорить уже таким живым языком, человек, который, например, не просит помощи. То есть я могу понимать, что мне нравится, что мне не нравится, но я, например, не обращаюсь к другим людям за поддержкой, потому что я считаю, что я все вынесу сама и справлюсь сама. То есть это с такими границами мне, например, сложно подпускать других людей. Я очень тяжело доверяю, не хочу строить отношения с людьми, ни дружеских, ни романтических. Не потому что я не хочу и точка, потому что это приводило в прошлом, например, к травмам или сейчас из-за этих травм у меня появились какие-то установки, например. Слабые границы – это такие границы, например, во время дискриминации по отношению ко мне, это такие ситуации, когда я соглашаюсь на что-то, либо я не реагирую на дискриминацию в ситуации, потому что я боюсь, что потеряю человека или боюсь, что у меня больше не будет такой возможности и шансов. Например, это ситуация, в которой я… Ну, мной легко манипулировать, и о манипуляции сегодня я еще хотела бы тоже отдельно поговорить, но это такая ситуация, в которой я сама очень сложно могу понимать, чего я хочу и надеюсь, что другие люди догадаются сами. Либо из рукава достанут какую-то идею, которую бы я могла потом использовать в своих целях, но я ожидаю, что это другие люди все-таки будут катализатором моей безопасности, а не я сама. Материальные границы, они, с одной стороны, материальные, но я бы выделила этот момент, используя, например, часто в своей практике я слышу ситуации, когда кто-то у нас одалживает деньги, или берет книги, или наши вещи, и как мы на это реагируем. То есть, если я кому-то даю книгу, то как бы я хотела, чтобы ее мне вернули или не вернули, и в каком виде, и как я буду на это реагировать. То есть, точно так же с физическими границами, несмотря на то, что это относится к личным границам, физические границы связаны с тем, например, кто меня может трогать, а кто вообще не может, кто в какой-то определенной ситуации может меня касаться, в какие моменты я могу, даже если я согласилась на какое-то прикосновение, например, как я могу продолжать общение, если я перехотела этих прикосновений. То есть, это понимание того, как функционирует мое тело. Ну и здоровые психологические границы. Я написала это слово здоровые для того, чтобы здоровость психологических границ очень основана на гибкости, гибкости к ситуации. Если, например, я сейчас сказала, что я чего-то не хочу, то ситуация может поменяться, и я понимаю, что я хочу чего-то. Либо наоборот, в ситуации, когда во время, например, собеседования я слышу какие-то дискриминирующие комментарии в мои стороны, несмотря на то, что это я пришла получить какую-то работу, например, это я нуждаюсь в каком-то, ну, например, в зарплате, но ситуация, разговор протекает так, что мне не нравится, и я чувствую нарушение моих границ, и я имею право вот на основе своей гибкости выходить из ситуации, несмотря на то, что я согласилась сама в нее попасть. То есть, это про то, чтобы менять подход в понимании того, что я хотела, но что изменилось, и как я теперь могу себя почувствовать лучше. И я говорю о границах сейчас, такое вступление сделала для того, чтобы понять лучше, на самом деле, как потом взаимодействовать с другими людьми или ситуациями, которые появляются в моей жизни, потому что от того, если я понимаю, что такое мои границы и зачем они мне нужны, то многие ситуации в моей жизни становятся более четкими. Я тут перечислила некоторые пункты, и на самом деле их может быть намного больше, некоторые могут нам подходить, некоторые могут быть для нас неактуальны, но список может быть, как я сказала, намного шире. Важно отметить, что границы, которые основаны на вот этом моем понимании ценностей моих жизненных, что, например, если я знаю, что на меня кричать нельзя, то тогда мои отношения, скорее всего, будут строиться на таком общении, когда на меня никто не кричит. И я не буду ждать, что другой человек просто перестанет на меня кричать. Я беру ответственность за происходящее и выхожу, например, из этого общения. Либо когда я знаю, что в моем присутствии неприемлемые шутки гомофобные про меня либо про других людей вообще на планете, то тогда я знаю, что я не буду сидеть и молчать или не буду, не хочу слушать, то тогда я начну предпринимать действия, как я могу выходить из ситуации, в которых я не хочу слушать то, что мне не нравится. То есть это, если говорить про дружеские отношения, это отношения такие, в которых я могу быть собой. Если говорить про собой, про доверительные отношения, точно так же и про романтические отношения. Когда я не закрываюсь и когда я могу не ждать, что другие люди догадаются, только начнут вот именно слушать мое мнение и я буду слушать мнение других. Следующий момент, когда я знаю свои границы, я умею отказывать и менять свое решение. Очень важный аспект, который стоит понимать, что если я кому-то сказала да, то это не навсегда. Точно так же, если я кому-то сказала нет, то я имею право изменить свое решение, потому что любое мое решение, оно основывается на моменте здесь и сейчас. Я могу его менять в тот момент, в который ситуация меняется, я меняю решение. Ситуация не меняется, я могу оставаться при своем решении. Благодаря границам я могу подпускать людей ближе, потому что если я понимаю свои границы, я могу заявлять об этом другим людям, что, например, если я живу с людьми под одной крышей и я не хочу, чтобы кто-то пил из моей кружки, то я могу про это говорить, что нельзя пить с моей кружки, но при этом приглашать людей на чай и не переживать, что кто-то возьмет мою кружку, я буду нервничать. Граница помогает чувствовать контакт с собой, они связаны с тем, что если кто-то нарушает мою границу, я думаю, мы все с этим встречаемся. Первое, что мы чувствуем, мы чувствуем гнев. Гнев – это такая реакция эмоциональная наша, которая связана с нарушением границ, с ощущением психологической либо физической боли, с каким-то несправедливым отношением к нам. И вот этот гнев, он иногда может перерастать в агрессию. И слово агрессия, она по сути очень часто ассоциируется с чем-то плохим, но в зависимости от ситуации может быть и здоровая агрессия, если мы защищаем свои границы. Отличие гнева от агрессии заключается в том, что агрессия – это уже действие конкретное. То есть гнев я чувствую, это мое эмоциональное состояние, агрессия – это топ. Я могу добиваться агрессии, когда, например, реализовываю какую-то свою цель. Ассертивный человек или вот этот человек, который… Про ассертивность я еще расскажу, но вот человек, который заботится о своих границах, это человек, который не стремится к конфликтам. Хотя часто говорят о том, что если ты знаешь свои границы, ты будешь о них заявлять, то, скорее всего, другим будет не нравиться. И, скорее всего, это приведет к цели, по сути, не конфликта. Цель – это ситуация, в которой я могу позаботиться о себе, выбирая то, что лучше. Поэтому конфликт, он может состояться, потому что другой человек не учитывает мои границы или не хочет, чтобы мне в моих границах было хорошо. И поэтому может состояться конфликт. И конфликт тогда – это про движение вперед и про то, что есть возможность договориться. в ситуации, например, дискриминации, если другой человек хочет говорить или ситуация нарушения границ. Но конфликт очень важно не путать со словом «насилие», потому что в конфликте я не боюсь показывать свои эмоции, не боюсь выражать свои эмоции. И в конфликте я не боюсь именно заявлять о том, что важно мне. А в насилии – это первый показатель, когда я закрываюсь, боюсь реакции другого человека только из-за того, что поделюсь, что я чувствую и о чем я думаю. Поэтому тут важно понимать, что мои границы позволяют мне заявлять о моих желаниях. Мои границы у других людей может вызывать конфуз, но это ни в коем случае не говорит о том, что я конфликтная или я провоцирую ссоры только потому, что я забочусь о себе. Границы нужны для того, чтобы мы отвечали за свои действия и решения. То есть они помогают нам выходить из позиции жертвы и бороться или думать о том, все-таки, чего я хочу и что мне нужно, а не какой мне надо быть, например, хорошей для того, чтобы понравиться другим людям и для того, чтобы меня любили. Границы помогают нам работать над уверенностью в себе и лучше контролировать свою жизнь. И тут еще я бы хотел дополнить насчет уверенности. Есть такое понятие, как уверенность в себе, это то, что видят другие люди. Это важно. То есть если я, например, чувствую, что я в себе уверена, скорее всего, это заметят другие люди. Но есть такое понятие, что вот это вот мою уверенность в себе я могу немного по-другому оценивать со своей самооценкой. То есть как я сама себя оцениваю. Иногда бывает так, что моя самооценка очень низкая, но при этом люди видят во мне очень уверенного человека. Идеальная ситуация, когда и самооценка, и уверенность в себе на таком здоровом показателе. Если, например, люди мне говорят, что Оля, ты такая уверенная и так в себе позиционируешь, но при этом я сомневаюсь в себе внутри, то эти слова для меня ничего не будут значить. Поэтому что вот эта самооценка, она меня будет разрушать и будет связана с тем, что мои границы где-то мне не проработаны. Для того, чтобы устанавливать свои границы, очень важно обращать внимание и работать, например, если я не проработала еще этих моментов с психологом, с психотерапевтом на свои травмы и установки. Потому что пока, например, травма не будет, не перетечет в опыт, а какая-то ситуация произошла, закончилась, и я теперь с ней могу справляться, то, скорее всего, очень сложно удерживать и защищать свои границы. Особенно если они меня... Есть какие-то триггеры либо есть какие-то слова, которые меня обижают и цепляют. И тут я... Вот это вступление про границы, оно было очень связано с дальнейшей частью, то, о чем я хочу поговорить, это про модели поведения. И я тут перечислила три модели поведения, это как агрессивное поведение, ассертивное поведение и пассивное поведение. И сразу бы хотела бы обозначить, что на самом деле каждый и каждый из нас будет... занимает... выбирает одну из этих моделей. Иногда в течение 15 минут эти модели могут менять. идеальность... мне кажется, когда ассертивность преобладает, но по сути я могу повести себя агрессивно, а есть люди, с которыми я могу повести себя пассивно-агрессивно. и вот эти модели поведения, что все люди — это океан, и в этом океане есть острова. И каждый остров — это, например, мой остров — это я. Остров чей-то — это другое я. И вот это в зависимости от того, как я на своем острове живу и как я вижу другие острова, от этого зависит, как я себя веду. Агрессивное поведение — это такое поведение, в котором я смотрю на себя, как на такого или на такую, что я лучше всех. А есть люди, которым надо подрасти еще эмоционально, интеллектуально. То есть я сейчас так говорю, но это вот агрессивное поведение, оно всегда связано с дискриминацией в том числе, например, если я считаю, как кому-то надо жить, даю непрошенные советы, хочу подчинить какую-то группу людей себе либо какого-то конкретного человека, доминирую, контролирую жизни других, например, в своей жизни не зная, как мне поступать, но точно зная, как надо поступать другим людям. Пассивное поведение, но такое противоположно агрессивному, когда я смотрю на других людей и думаю, ой-ой-ой, мне бы еще вот именно тут тысячу книжек прочитать, тогда я смогу выступать и принимать участие в дискуссиях, например, или вести лекции, или, например, ситуация, что вот передо мной авторитеты, они такие уже вот сложившиеся авторитеты, их все уважают, а мне вот еще надо все-таки как-то тихо посидеть, даже когда ситуация, там, например, в университете, на работе, там, руководители, директора высказываются в адрес каких-то групп населения нецензурно либо дискриминирующе, я промолчу, потому что ведь это, например, кто-то важный, и я боюсь заявлять о себе, о своем мнении. Точно так же это, например, семейные праздники, когда я прихожу на день рождения к тете Маше, и тетя Маша начинает комментировать мои отношения с другими людьми, мою работу, а я думаю, я не буду себя защищать только потому, что у тети Маши день рождения, и не буду тетя Маше портить праздник, при этом тетя Маша портит день или вечер мне. И тут про такую ситуацию, в которой, скорее всего, я подчиняюсь другим людям, их высказан и завишу от их реакций и эмоций. И ассертивное поведение это такое поведение, которое позволяет мне контролировать мою жизнь, это позволяет мне принимать решения, за которые я несу ответственность, не потому, что все видноваты и там меня в детстве недолюбили, я сейчас сложившаяся вот такая вот личность, только потому, что вот сейчас у меня есть вот такое событие в жизни, вот в моменте здесь и сейчас я могу принимать решения и понимать, например, осознавать, чего хочу я, если я умею это делать. То есть это в ассертивном общении я не преследую цели изменить человека и влиять на него в ассертивном общении. Скорее всего, я буду думать, как улучшить свою жизнь и как сохранить свои границы, например, как позаботиться о себе, как сделать так, чтобы вот сейчас почувствовать себя лучше, а не думать о том, как своими словами сделать так, чтобы человек изменил себя. Если моя цель, например, менять человека, то, скорее всего, это ошибочное поведение, которое приводит к разочарованию. Само слово это ассертивность. Такими словами, ассертивность это такой навык быть собой. То есть, когда я не подстраиваюсь под других, а когда я начинаю распознавать сигналы в своем теле, например, вот этот вот гнев, когда что-то происходит, что мне не нравится, и когда я умею реагировать на эти сигналы так, чтобы было хорошо мне, то есть, заботой о себе, а не так, чтобы выглядеть хорошо в глазах других, только потому, чтобы группа, например, от меня не отказалась, в которой я нахожусь, либо чтобы меня еще раз позвали на выступление, либо чтобы еще раз я пошла на встречу с этим человеком, либо чтобы я начала зарабатывать больше на работе, при этом внутри себя уничтожая. То есть, это про такой навык говорить нет, либо да, то есть, заявлять о любых своих желаниях. Ассертивность это не только вот про отказы, ассертивность это про то, что если мне кто-то нравится, я тоже умею про это заявить. Не предполагая, что если я кому-то сказала раз, что когда-то пять дней назад мне понравилось, как была отмечена моя работа, только если я сейчас происходит то же самое, то я умею про это сказать еще раз. лесбиянки такие, или про ситуацию, что там пусть все выходцы из Кавказа едут в Кавказ, на Кавказ, например. То есть, это про такую ситуацию, что если я с этим не согласна, то я про это говорю, не придумываю чего-то нового и понимаю, что если я что-то говорю, то каждое мое слово имеет вес. то есть, я верю и знаю, что мое мнение ценно и важно, и поэтому я про него заявляю. Но также я даю себе отчет в том, что если я чего-то не сказала и промолчала, то я несу за это ответственность тоже. Это с этим также связано, например, роль свидетеля, свидетельницы во время дискриминации, когда я что-то вижу и не реагирую, и потом с этим себя чувствую плохо. Я могу имея право не реагировать, если у меня нет ресурса, но это опять-таки про внутреннее состояние, что происходит со мной как с личностью, когда граница нарушается, мои либо чужие, и как я себя с этим чувствую, и как я себя проявляю. Поэтому вот эта ответственность, о которой я говорю, она связана не с тем, чтобы, например, нападать на другого человека и говорить, какой он при этом плохой и так далее, только ответственность связана с тем, чтобы уметь заявлять о фактах происходящего и в ассервативном общении это важно, при этом не оскорблять другого человека, но повышать вот это чувство внутреннего такого достоинства и чувство внутренней своей справедливости. И тут опять-таки помогут нам наши ценности и убеждения, на основе которых мы выстраиваем границы свои личные. То есть, если я еду в транспорте и, например, я хочу сидеть или кто-то сидит, приходит другой человек и говорит мне, чтобы вы уступили место, потому что я там пожилой человек или потому что, например, это женщина беременная или человек с инвалидностью и так далее. и если я знаю, какие мои жизненные ценности и убеждения, на основе этих своих ценностей и убеждений я могу предпринимать или принимать какие-то решения, а не на основе того, что мне говорит этот человек. Потому что, если это решение мое, то мне с ним будет хорошо потом. Если это решение не мое, то я себя буду чувствовать плохо. И вот это, несмотря на то, что, например, вот эта ситуация с транспортом катализатором решений является или, ну, катализатором вот этого принятия моего решения является другой человек, например, то за решение свое отвечаю я, а не тот, что меня спровоцировали, например, встать, если это вне моих ценностей. Если это согласно моим ценностям, то я встаю и чувствую себя в порядке, даже если меня кто-то попросил это сделать или приказал мне это сделать. В защите своих границ, если мы говорим про такой аспект взаимодействия на таком словесном уровне, очень важно понимать и на физическом уровне тоже, какая цель. На самом деле, если я оцениваю ситуацию и понимаю, что я готова сейчас отстоять своих границ и заявить о себе, то очень важно и в ассертивном общении, и вообще в общении связанном с защитой себя понимать, какая цель. То есть, если моя цель в защите, когда мне говорит кто-то, например, все женщины, например, не умеют водить машину, и если моя цель доказать этому человеку другое, то, скорее всего, это не связано с защитой моих личных границ, только связано с тем, что я считаю, что мое мнение важное, и поэтому я имею право доказывать другому человеку менять его мнение. Поэтому точно так же, если мне кто-то говорит, Толя, молоко черное, если я знаю, что молоко белое, и я могу сказать в ассертивном поведении человек, слушай, ну, я знаю, что молоко белое, если ты считаешь, что молоко черное, окей, я с тобой не согласна, но я не хочу свою жизнь тратить на то, чтобы доказать тебе, что молоко белое, если ты считаешь, что оно черное. Поэтому вот эта цель, когда я защищаю свои границы, понять, с какой целью я это делаю, для того, чтобы изменить человека вообще, либо для того, чтобы человек в мою сторону не говорил, в сторону таких же людей, как и я. То есть тут на основе вот этой цели, которую я понимаю, я могу перейти уже к выбору голоса. Очень важный аспект, связанный с мимикой лица. Если это какие-то ситуации, связанные с агрессией в мою сторону, или вот именно с дискриминацией, очень важно не приукрашивать свой комментарий улыбкой. Будь то, особенно в ситуации, если мы говорим с нашими близкими, особенно если мы боимся их ранить, особенно если нам важно их присутствие в нашей жизни, мы когда защищаем свои границы, когда появляются якобы комментарии, шутки и так далее, начинаем улыбаться только для того, чтобы припудрить вот это наше нет, или припудрить, или приукрасить наше мнение. Поэтому тут очень важно понимать, что вот этот голос, сила голоса, моя мимика, отсутствие лупки, если это не смешная ситуация, это то, что приводит к результату, когда я на уровне слов или на уровне такого выражения лица, готова защищать себя, а не поддаваться на какие-то такие, на какой-то этикет, который придумала не я, и который, например, не связан с моими ценностями. Если кто-то нарушает мои ценности, значит, ситуация не смешная. Позиция тела, если вы обращаете внимание на то, как вы стоите или посидите, когда кто-то нарушает ваши границы, когда кто-то говорит так, как вам не нравится, обратите внимание, если еще не обращали, что вы делаете с руками, например, или как, что происходит с вашим позвоночником, в какую сторону направлен ваш взгляд. Очень важно в ситуации защиты своих границ, в ситуации дискриминации давать себе что-то, что вообще происходит и контролировать эту ситуацию, в которой мы находимся. Поэтому очень важно, мне кажется, смотреть в глаза, очень важно не закрываться, даже если я внутри переживаю, то чтобы не показывать вот это свое волнение, человеку, который нападает на мои границы, чтобы вот именно мои руки свидетельствовали об уверенности, а не наоборот. Например, это ситуация, когда либо руки вдоль вы хотите занять больше позиций, можно положить руки на бедра или на талию, для того, чтобы так обозначить свою территорию. Но все зависит от того, либо, например, взять в руку карандаш или что-то, что вам добавляет силы в вашей позиции. То есть очень важно обращать внимание, как вы стоите. тут вот такая лестница ассертивности, но она очень связана с ситуацией дискриминации, мне кажется. Она связана с тем, что если я вот понимаю, что что-то сейчас в разговоре идет не так, и вроде человек вроде как пошутил, а вроде как и не пошутил, и вам эта шутка уже для вас неуместна, то очень, мне кажется, важно начинать уже реагировать. То есть когда я еще не накрутила себя, что это бесполезно, только когда я слышу, например, первый раз или какой-то второй или третий, когда я понимаю, что все, я готова, я не хочу больше этого в своей жизни, не хочу это больше слышать или видеть, что я могу сделать. И начиная вот с малого, то есть если я, важно, что могу сказать, первое просто слово нет, я слышу вот это и не хочу это слышать, например, это уже начало выхода из ситуации дискриминации. Чем быстрее я начинаю реагировать, тем меньше ресурсов я тратчу, потому что со временем, если я терплю, 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 то скорее всего потом я на эмоциях взрываюсь, и это уже переходит, вот эта защита моих границ приходит в агрессию такую явную, когда я не контролирую себя, и потом, если даже я защитила свои границы, то потом я очень долго эмоционально восстанавливаюсь. Важно помнить про такое понятие, как отказ, если вас, например, зовут на какую-то вечеринку, которая там вам не соответствует, или если кто-то ведет себя так, что у вас тоже вызывает какие-то конкретные эмоции, вот именно вот это внутреннее недовольство, и вы не хотите с этим соглашаться. Я это назвала отказ, но на самом деле это может быть любое ваше состояние, которое вы сейчас чувствуете, либо любые ваши слова, которые вы хотите передать другому человеку. Очень важно начать самое первое, с чего вы начинаете тогда свое высказывание, или я начинаю именно с этого. Если это про отказ, то тогда это нет, идет на первом месте. Особенно, если, например, например, это какое-то поведение в мою сторону, например, на собеседовании, когда у меня спрашивают, или могут спросить, когда я буду беременеть, или планирую ли я в ближайший год беременеть, то тогда, если мне не нравится такой тон разговора, то тогда я говорю об этом сразу, что мне не нравится, а не потом, потому что начинаю, например, оправдываться, объясняться, улыбаться при этом, только заявляю. Точно так же, вот про, если я, например, не хочу идти на вечеринку, которая мне не нравится, то тогда я говорю, что нет, я не пойду, а не начиная описывать все свои планы, на субботу, и человек не понимает, я говорю, что, например, у меня много работы, много встреч, это значит, что после этих встреч я приду, либо не приду, только я заявляю об этом сразу. Тут другой пример, но на самом деле очень важно, если это нет, оно в начале, если это да, оно в начале, если вы не уверены, то вы тоже про это говорите в начале, чтобы не подталкивать другого человека каким-то своим выводом касательно вас или ваших границ. техники ассертивности или техники вообще защиты своих границ ситуации, дискриминации, мне кажется, очень важно не только в ассертивной, вообще всегда говорить за своими именем, о себе, используя сообщения, с этим никогда не поспоришь, если вы говорите кому-то, что вам неприятно, например, я говорю, мне неприятно, мне больно, то это мое состояние, мое ощущение, и с этим, если мне кто-то говорит, да ладно, успокойся, это не так, но на самом деле это так, и это важно понимать, что если я чувствую себя как-то, это значит мои чувства, они имеют место быть, если я говорю, ты мне делаешь, или ты неприятный, или ты злой, это про то, что я могу оценивать другого человека, но важно понимать, что это оценка, то есть это не мое состояние, и не то, что я защищаю свои границы, я просто тогда оцениваю состояние другого человека, тут опять-таки важно понимать, какая моя цель какого-то конкретного высказывания. Парафраз, он очень помогает справляться, мне кажется, с дискриминацией такой, якобы неявной, но, например, когда вот я уже говорила про ситуацию с вождением, когда человек, например, рассказывает какую-то шутку, якобы, про там блондинок за рулем, и когда я, например, на эту шутку говорю, так, подожди, правильно ли я поняла, что ты считаешь, что блондинки не умеют водить машину, и жду, например, ответ от человека, и могу, например, раскручивать, это еще техника, потом дальше, может, про нее расскажу, то есть это про то, то, что когда у человека очень большой спич, например, ему кажется супер это смешно, или супер адекватно его поведение, когда я уточняю, насколько хорошо я поняла, и человек слышит то, что он сказал из моих уст, или без уст другого человека, это сразу приводит к тому, что оно помогает сверить часы, насколько мы говорим, на одной волне, и насколько этот человек вообще понимает, что он говорит, и то есть это также помогает мне выразить свое несогласие с какими-то комментариями, и вот это про заигранную пластинку, это такое понятие, которое помогает мне не отходить от своей цели, если, например, моя цель заявить другому человеку, что я не потерплю в своем присутствии шуток про блондинок, то тогда, чтобы мне этот человек не говорит, да ладно, мы же столько лет дружим, да ладно, ты там пять лет назад сама шутила на эту тему, окей, даже если я это сделала, то это в прошлом, мне может быть за это неудобно, стыдно, теперь я изменилась, но, как я говорила, решение можно поменять, в том плане, что я понимаю, что я расту, развиваюсь, и поэтому вот это, мы можем поговорить про прошлое потом, но сейчас я говорю про то, что в моменте здесь и сейчас я не хочу вот и на будущее быть в ситуациях, в которой при мне дискриминируют меня либо другую группу людей. Если я знаю свои границы, если я веду себя ассертивно, либо если я принимаю осознанные решения вести себя неассертивно, то это тоже про ассертивность, но это про то, что я тогда контролирую свою жизнь, контролирую, с кем я провожу время, как я провожу время, тогда я также понимаю, вот это, если я четко понимаю свою цель, тогда я умею честно отвечать себе, а не кому-то другому о себе, на какие-то свои вопросы, что со мной происходит, как я могу себя поддержать, или как я, какая помощь мне нужна, и кому я могу обратиться. То есть это про то, что я опять-таки постепенно выхожу из позиции жертвы. И вот эта позиция жертвы, она связана с тем, что с этого очень важно начинать, мне кажется, что если я в ситуации дискриминации буду думать, кто сейчас виноват, или в ситуации нарушения границ буду думать, кто вот виноват в сложившейся ситуации, то скорее всего я не буду думать про то, как себя из этой ситуации забрать. Точно так же это происходит и с насилием. Вначале, если в моей жизни случается насилие, очень важно выйти из ситуации насилия. Например, если я живу с агрессором, абьюзером, то я могу очень долго думать, как произошло в моей жизни, что я начала с этим человеком жить. Но это про то, что я трачу ресурсы на то, когда я до сих пор нахожусь в ситуации насилия. Очень важно себя из ситуации насилия забрать, например, и начать жить в другом месте, в безопасном, где нет насилия. И тогда могу с помощью психотерапевтов и психологов себя анализировать свои травмы, чтобы выходить из триггера вот именно жизни с абьюзером. Точно так же из ситуации дискриминации, что я вначале выхожу из ситуации дискриминации, то есть как минимум сейчас ее не слышу в свой адрес, или как минимум думаю о том, как я могу сейчас себя поддержать, для того, чтобы если я буду уже в ресурсе, только тогда, например, анализировать, как так сложилось. Но в ситуации, в происходящей, вот это кто виноват, оно по сути не решает ситуацию. И вот это, потому что если я ищу, кто виноват, то скорее всего, я думаю о том, что кто жертва. Потому что если кто-то виноват, то второй человек – это жертва, которая виновата, которая приводит вот… Вот я жертва, например, и передо мной вот такой коршун, который меня ест. И можно долго-долго думать, а можно просто понимать, что так, я хочу, например, вот такой вот сейчас или вообще с сегодняшнего дня вот такой ситуации. Подумать, что мне для этого надо, например, в какой момент я могу себе помочь, в какой момент я могу попросить помощи у других, в какой момент мне надо еще поднабраться сил. Поэтому тут важна вот эта ситуация, если я учусь выбирать себя, тогда я не трачу время на то, что во всех моих бедах виноваты другие люди, только я понимаю, да, что мне вот какой-то момент в моей жизни не нравится, и что я теперь могу с этим сделать. Про принципы ассертивного общения это в ситуации, когда другие люди нас начинают дискриминировать в общественном месте либо в семье, либо на работе, например, то вот это принципы ассертивного общения, они помогают нам удерживать комфорт с собой на основе такого достойного поведения к себе и к другим. То есть, если я опять-таки уважаю себя, то скорее всего я буду понимать, что у других людей есть тоже уважение к себе. Если мы готовы взаимодействовать, то скорее всего удастся выйти из дискриминационной ситуации только если есть уважение. Если уважения нет, то скорее всего, чтобы я не говорила другому человеку, опять-таки с целью изменить его мнение, оно не приводит к результату. Важно подумать, чего хочу я. И как я на основе своего уважения к себе, на основе своих убеждений и ценностей могу менять себя, свою жизнь и свое состояние как минимум. Как минимум, такое состояние внутреннее не веду. Важно в ассертивности и в защите своих границ вообще помнить про веру в результат. То есть, если я сама сомневаюсь, что, например, со мной так говорить нельзя или мне так шить нельзя, то тогда это видит другой человек. Поэтому вот эта уверенность, она позволяет я знаю смысл, знаю, что так, как происходит, я не хочу и я верю, что со мной будет общаться так, как я хочу. Либо я не буду взаимодействовать с людьми, которые не хотят со мной общаться так, как я хочу. Ну и то, чтобы вот про навык умения слышать и слушать, ну и вообще про навык говорить, что вы думаете, чтобы не предполагать, что все люди думают так, как и я или не предполагать, что только мое мнение, оно единственное правильное, хотя очень часто так хочется думать, но если я понимаю, что есть другой человек и он считает, что у него молоко черное, то это по сути его право. Если у меня есть ресурс, я могу с ним говорить про это, если это касается моих личных границ, то я знаю, что они белые, например, белое молоко, и тогда я не трачу ресурсы на объяснение. Про техники я уже немножко говорила, и вот это вот, если говорить про парафраз, например, то вот этот, он помогает расколоть манипуляции в мою сторону, например, когда я говорю, правильно ли я поняла, что ты имеешь в виду вот это, или что ты сейчас сказал сексистскую шутку, или что ты сейчас, правильно ли я понимаю, что ты гомофоб, и тогда человек говорит, например, нет-нет, я не гомофоб, только я вот тут вот, нет-нет, это мне никто не мешает, только вот это мне не нравится, и потом можно продолжить общение, если опять-таки я вижу в себе силы. Смысл очень важный, мне кажется, в защите личных границ, что не думать, что я обязана менять других людей, менять вот это вот видение других людей только потому, что они считают вот как-то по-своему, если я сегодня не в ресурсе, то я имею право выбрать вот этот момент, что я внутри чекаю, замечаю, что я не согласна, но я не хочу не сегодня входить в эту дискуссию. На самом деле вот это личные границы, если я их четко понимаю, они помогают мне использовать такое понятие как затуманенность, то есть я, если это критика какая-то, она, либо вот эта дискриминация, если я знаю, что это не так, то это как будто проходит сквозь меня, то есть оно происходит какая-то ситуация, она мне не нравится, но и она не остается во мне, а проходит сквозь, то есть я понимаю, что у меня другое мнение, у меня есть свое восприятие мира, я люблю свое восприятие мира, и поэтому даже если я сейчас в этой ситуации, то эта ситуация есть, но она закончится. Очень важно понять вот в ситуации дискриминации или вообще в ситуации выстраивания нашего общения, как я начинаю, например, выстроить свои предложения. Очень важно понимать, что извиняться и просить прощения за сложившуюся ситуацию должен быть тот или так, кто нарушает границы, а не тот или так, кто их защищает. Часто связано это с так, что из-за того, что он нас воспитывает быть очень вежливыми, культурными, кто-то нас обижает, но при этом я говорю извините, например, что-то там, мне это не нравится или там прошу прощения. И это круто быть вежливым человеком и круто общаться на такой одной волне, когда мы все воспитаны и когда мы воспринимаем друг друга на равных, но вот эта ситуация, когда кто-то меня дискриминирует, унижает, оскорбляет, задевает мои границы, то очень важно понимать, с какой целью я говорю какие-то определенные слова, например, как прости, извини. То есть чаще всего в ситуации слабых границ мы слишком часто используем эти слова, когда кто-то нам говорит свое недовольство. В ситуации таких жестких границ мы реже это говорим другим людям. То есть это найти вот эту золотую середину, что я, как человек, имею право ошибаться и, например, тогда я извиняюсь перед другими людьми, но если кто-то нарушает мои границы, это не значит, что мне из-за своей границы, за то, что я их защищаю во время вот этого гнева, я должна извиняться. То есть важно понимать вот это отличие, когда я использую определенные слова. Тут про эффективное общение на самом деле с этим всем связана дискриминация, то есть это про такое, как люди себя ведут, когда они оценивают, например, высказываясь в отношении к каким-то определенным группам людей, когда они перебивают, доминируют в разговоре, когда написаны неуместные вопросы, на самом деле неуместные комментарии про то, как там кто-то занимается сексом или почему кто-то не занимается сексом, например, или, например, откуда там... Ну, в общем, все-все-все, что является неуместным в какой-то определенный момент. Следующее, как наоборот укрепляет общение, это уважение себя и уважение другого человека, знание вот этих границ, понимание того, что происходит сейчас в теле. Если вы никогда не задумывались над тем, как ваше тело дает вам сигналы о том, что кто-то вас обижает или нарушает ваши границы, то подумайте, обратите внимание на то. Чаще всего это там учащенное сердцебиение, там, комп в горле, ладошки потеют, мы начинаем поправлять волосы, как-то дергаемся слегка. То есть это всегда про такую ситуацию, когда тело дает сигналы, хотя мозг еще говорит, все, окей, ничего не поменялось, тебе показалось. И вот это вот не показалось, значит, это происходит, и тело уже реагирует, хотя там наш мозг хочет оправдать слова либо поведение другого человека. И это все возможно, когда второй человек готов с нами общаться на равных. Это невозможно, когда второй человек ставит себя в позицию выше и нарушает именно или не заботится о наших границах, хочет их захватить и поэтому не прислушивается к нашему мнению. И поэтому тут важно задать вопрос, насколько я вообще хочу входить в такую коммуникацию, в которой другой человек меня не слышит либо в данный момент моя цель защитить себя, высказаться, позаботиться о себе и не продолжать, например, какую-то конкретную дискуссию во время дискриминации в мою сторону. И может так, у меня тут еще есть одна ситуация, но перед тем, как ее... Может быть, есть какие-то вопросы? Вопросы можно в чатик писать, можно голосом задавать, как вам удобно. Привет, привет, меня слышно? Да, да. У меня есть такой вопрос, сначала предыстория будет, в общем, я и моя подруга живем в Польше сейчас, и подруга работает на кассе, в магазине и ежедневно сталкивается с дискриминацией из-за того, что она является мигрантой. То есть, например, приходит человек, который не разобрался с акциями, разозлился, пытается доказать свою правоту, подруга пытается объяснить что-то про эти акции, подходит к ценникам, показывает, объясняет, что человек считает касса, а не на, ну, то есть, типичная ситуация в магазине. Но происходит такое, что клиент замечает, что у нее есть акцент, и она достаточно свободно разговаривает на фельском, но акцент, естественно, он остается почти всегда. Вот, клиент это замечает и решает на этом сыграть просто. И, то есть, там были такие фразы, допустим, а так вы не разговариваете по-понски, мы не можем вдруг понять языкового барьера, то есть, с таким унижающим тоном, вот, и понятно, что ее пытаются задействовать, ее, как-то сказать, за таким она является, и из-за этого она хочет увольняться, хотя там и хорошая зарплата, и график есть возможность сделать вид на жительство, но сталкиваться с ксенофобией ежедневно настолько неприятно, и она просто отказывается обслуживать людей, которые дискриминируют ее, но вопрос состоит в том, вообще, можно ли как-то справляться с этим, не испытывая морально таких сложностей, как сейчас, и вообще, как стоит взаимодействовать с такими людьми, как с ответственной ситуации. Вот этот вот вопрос, он очень связан с такой внутренней самооценкой, то есть, которая, она хоть и называется внутренняя самооценка, она очень зависит от, как нас оценивают другие люди. Вот это вот ситуация, в которой, если я переживаю, например, из-за своего языка, или если я переживаю другой, например, для меня важно быть хорошей мамой, а мне говорят, Оля, ты плохая мать, то, скорее всего, если мне важно быть хорошей мамой, и я сомневаюсь в том, что я хорошая мама, то, скорее всего, я начну как-то себя притеснять в этих мыслях. Точно так же тут, мне кажется, вот эта ситуация личной кореницей, она очень связана с пониманием того, что насколько я себя уверенно чувствую в какой-то конкретной ситуации, насколько я себя уверенно чувствую во взаимодействии с другими людьми, например, с поляками, или с людьми, которые являются носителями языка. И тут пока вот мне кажется, очень важно в этой ситуации можно там работать, уже с терапевтом конкретно с принятием того, что я, например, в другой стране, это мой второй, третий язык, который я знаю, да, я принимаю, что у меня есть акцент, да, я принимаю, что другие люди слышат этот акцент, и опять, если моя цель в данном разговоре, вот в конкретном каком-то разговоре, цель моя донести какую-то там ситуацию, например, рабочую, да, что магазин, например, одежды, да, что вот эти джинсы 36-го размера, например, а человек мне говорит, ну, вы, наверное, из-за языка меня не понимаете, что я хочу какие-то что-то какие-то джинсы 36-го, но что-то там еще он придумывает, или говорит мне, что я все-таки не 36-го хочу, то я могу идти уже по двум направлениям. Первое направление остаться в разговоре с этим человеком и говорить, да, да, я типа, например, я вас понимаю, я там, это мой второй язык, но, например, я слышу, что вы говорите, я хочу, чтобы вы послушали меня, и, например, джинсы все-таки 36-го размера. Если я, например, сомневаюсь в себе, и у меня низкий уровень самооценки, скорее всего, я начну подать в такое оправдание сложившейся ситуации, что нет-нет-нет, я тут там в Польше два года или там два месяца, и что я вас прекрасно понимаю, это приводит к тому, что я ухожу от своей цели и начинаю попадать вот на такие цепляться за крючки этого человека, что он хочет, чтобы мной поманипулировать и чтобы там показать свое превосходство, потому что вот ситуация защиты и границ очень часто связана с тем, что другие люди начинают это делать, вот ситуация ксенофобии, да, что вот я в этой стране там приехала недавно или какое-то время могу жить, и я тут не могу чувствовать себя как у себя, только потому что, не из-за того, что я не у себя, а из-за того, что другие люди создают какие-то вот ситуации, в которых я чувствую себя не у себя, потому что они заявляют, что я вот тут родился, да, и это мой язык, а ты говоришь на каком-то иностранном, поэтому тут опять важно понимать цель и не цепляться за комментарии, которые не связаны с целью, да, если еще в ассертивном общении, мне кажется, очень важно воспринимать себя как, вот именно, чего я хочу, если, например, клиенты, мои разговоры с клиентами такие, но сейчас мне очень важно быть, например, работать на этой работе, чтобы зарабатывать вот эти деньги, это тогда, опять-таки, мой контроль над моей жизнью связан с тем, что я принимаю решения, либо я, мне сложно, но я остаюсь, мне сложно, я не могу остаться, и тут тоже все зависит от индивидуального выбора, но очень важно, мне кажется, помнить в таких общениях, когда кто-то начинает переходить на личности, и не связанные, например, с темой данного взаимодействия, особенно на работе, то важно возвращаться к теме работы, а не к теме, например, моих навыков языковых, чтобы не впадать вот в этот эмоциональный такой фон, когда я расстроена, и когда я уже не могу думать о работе, а думаю о том, как бы доказать этому человеку, что я все-таки способна с нему общаться, свои взаимодействия. Но опять-таки глубокие корни тут связаны с самооценкой и уверенностью в себе, насколько я сама оценю свои навыки языковые. Тут, да, уточнять, какие именно слова они понимают, и опять-таки подумать тогда про цель, с какой целью я уточняю. Я хочу уточнить, например, чтобы пояснить, либо я уточняю, чтобы вот именно опять переключиться на какой-то вот вот этот крючок этого человека. Поэтому, если моя цель уточнить и досказать, и это связано с моей целью, то обязательно. Если это все-таки то, что не соответствует моей цели, то подумать, что поможет мне добиться моей цели во взаимодействии с клиентом. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос, Оля, за ответ. Есть еще вопрос в чатике, я его озвучу, чтобы было назвать на записи это разслышно. Есть ли какая-то литература на тему развития ассертивности? Выдав список литературы. Да, я могу не из головы, но я могу подготовить какой-то список. Чаще всего это на самом деле русскоязычное пространство сейчас все больше начинает печатать, издавать книги по ассертивности, но больше всего издания это англоязычных, либо, например, в Польше тоже есть источники, но я тогда через нас передам, может так, тем. Я думаю, что мы запись это видео разместим на ютубе у нас в социальных сетях и туда просто повесим все ссылки от тебя, название могли хорошо, тогда буду ждать. Ты хотела еще что-то рассказать? Я хочу уточнить, да, есть ли еще какой-то вопрос и если не будет, то просто в какой-то хотела предложить меню такую ситуацию, что можно сделать, чтобы мы вместе подумали. Вот если есть у нас такая на работе, когда есть какой-то человек, которого мы считаем важным человеком, он либо, например, выше нас по должности, либо какой-то наш авторитет, который, например, там, 500 лет назад написал какую-то книгу, а мы на основе этой книги росли. И вот этот человек начинает шутить. я привела пример с кухней, что женщина, например, отлично руководит работой на кухне, а вот руководить фирмой уже лучше мужчине. И это слышат, например, другие люди в компании, и они улыбаются, поддакивают, но нам это не нравится. И что можно сделать в этой ситуации, как вы думаете, как вы могли бы отреагировать? И сейчас я бы хотела сразу отметить, что нет какого-то там правильного ответа или каких-то таких точных действий, алгоритма. Тут просто мне кажется, вот эта ситуация для того, чтобы мы могли вместе пообщаться на тему того, что можно делать, как вы поступаете, если в вашей жизни есть какие-то похожие моменты, поделиться опытом, потому что опыт – это очень ценная вещь, благодаря которому другие люди могут выбирать новые действия в своей жизни. Если кто-то, кто хотел, хотела бы поделиться. Я закрою пока, но своими словами еще опишу ситуацию, что ситуация на работе, кто-то там дискриминирующе шутит, может, женщина, тему женщин, тему мужчин, детей, без разницы, какой-то определенной группы, вам это не нравится, человек выше вас по статусу, в том плане в иерархии либо выше по должности, либо вы его просто уважаете как личность, но при этом эта личность вот именно здесь и сейчас ведет себя неадекватно. Что можно сделать? Я, наверное, бы спросила, почему он так думает, потому что просто начать разговор на эту тему с того, почему же ты так думаешь, узнать о том, может, какие у этого человека есть убеждения. так, если человек выше в этой ситуации по статусу, то для других будет странным, если ты сразу начнешь как-то упрекать его в том, что его мнение неправильно. я бы сделала так. У кого еще? Какие вот там есть? Спроси, зачем это говорит. Кто еще? Я бы сказала, что я так не считаю. Все женщины и мужчины разные, и есть тысячи примеров, которые могут показать обратное. Это все. Спасибо. Тут вот еще я бы сказала, что я с ним не согласна, что я знаю женщин, которые успешно руководят. Я бы как минимум не посмеялась с этого, постаралась бы обознать, что мне неприятно слышать такое. Примеры приседаны на них с мужем крупной. Там уже какой-то пример. Сейчас тогда вернусь к этому комментарии. Но тут вот если вы хотите вот смотрите, происходит ситуация там псинофобии или дискриминации или вообще нарушение ваших границ, и вы хотите в ней разобраться и начинаете вот именно с вопросов зачем и почему, а ситуация продолжается, то и ситуация нарушает ваши границы, то, скорее всего, если вы задаете вопрос зачем и почему, то, скорее всего, личные границы ваши продолжают нарушаться. Если, например, это не ваши личные границы, если вы на самом деле хотите узнать мотивацию, с какой целью человек другой ранит или высказывается как-то так неоднозначно в сторону других людей, то тогда можно эти вопросы или можно, это не то, что я разрешаю, но тогда стоит эти вопросы задавать. Но если это ситуации, которые связаны с нарушением ваших личных границ, например, вам дискомфортно от чьих-то шуток, они, в принципе, вас напрямую не касаются, но вам дискомфортно, то тогда очень важно, мне кажется, и в ассертивности это важно заявить вот именно о своем состоянии, чтобы не переходить на личности, чтобы не упрекать, что ты дурак, например, или как там, что знаете, вы вообще не умный человек, чтобы не приходить на личности такие, не оценивать, каким интеллектом обладает другой человек, а говорить опять только о себе, о том, что вы чувствуете, как вы думаете, что в вашем мире по-другому, что если вы готовы дискуссию продолжить, вы можете привести эти примеры, если не готовы, то обозначить вот эту территорию, что нет, я не согласна. И это помогает выходить из ситуации, когда я думаю, зачем этот человек это делает или почему, тогда я ищу как будто оправдание его словам или поступкам, как будто если я узнаю что-то, то тогда как будто я ему дам вот этот зеленый свет вести себя так, как он ведет или говорить себя так, как он говорит. Может быть, если мне это важно, тогда окей, но если моя цель другая, например, то тогда я не трачу просто энергию на оправдание. Тут вера в то, что может включиться рефлексивность. это очень важная ситуация, когда я понимаю, что у всех есть факап, и человек, вот сейчас он сказал такое, но и не подумал, и тогда, может быть, вот эта рефлексивность включится. Если я понимаю, что человек вообще не заинтересован в том, чтобы слышать, что ему говорят, то тогда, ну просто опять-таки распознание такой ситуации, которая происходит. И тут еще вот пример из беседы с подругой. У них с мужем крупная фирма, часто ее подруги спрашивают, как у мужа дела в бизнесе. Я спрашиваю, как ваш бизнес? Первое, ее обижать, второе, наоборот. Как это на ситуацию сказать ее подругам, что надо так? Ну прямо, то есть это про то, что ассервативность очень связана с такими прямыми, чем больше я думаю, вот как отреагировать, или чем больше я думаю, какие слова подобрать, то, скорее всего, это приводит к тому, что я теряю ресурсы, энергии, думаю, что вот еще слова тебе не придумали, которые надо сказать. И чаще всего, вот если я четко понимаю цель, то вот эту цель и надо озвучивать. И если я, например, чувствую вот эту силу в себе, а если ее не чувствую, то можно посчитать там раз, два, три говорить, когда думаю, вот я еще подсобираю силы, тогда скажу. И вот тут вот, ну вот так вот и поговорить, чтобы сказать, что мне важно, например, что спрашивать, мне важно, чтобы Катя там, или там Аня, или Таня, или кто-то там, если это разговор с подругами, которые задают некорректные вопросы, сказать о том, что важно вам, чтобы там, ваша подруга чувствовала сопричастность к бизнесу, потому что это ее бизнес также, и что вы бы хотели вот слышать такие конкретные вопросы, которые построены так, так и так. То есть я сейчас очень сухо говорю, но на самом деле, если я уже в голове как-то понимаю цель, то вот это чаще всего слова определенные, сказать уже не надо, они уже готовы. То есть вот этот текст, о котором вы думаете. Поэтому либо она еще поговорить, особенно, если вы знаете, что первое ее обижает, а второе наоборот, то апеллировать какими-то фактами, которые есть, и важностью общения на уровне, который вы бы хотели видеть. Есть ли еще какие-то вопросы? У меня вопрос появился. Вот про нарушения личных примитий, но когда их нарушает человек, который у тебя старше, и как бы тоже выше по статусу, мне предоставили то, что у меня есть учитель, с которым у меня очень плохие взаимоотношения, из-за того, что у нас были ссоры, тоже как-то и получилось так, что про нарушение личных границ. Вот. и она очень получается тактильный человек, а мне неприятно, когда ко мне прикасаются лишний раз, вот как-то за плечо, когда разговаривают, и я не могу сказать об этом, и когда я спрашиваю, допустим, советую с друзьями, все говорят, что нельзя так говорить, потому что это старший человек, она доучитель, и тебе нельзя поразить неотношения, но хотя я просто говорю о том, что мне неприятно, я не знаю, как вообще подобрать слова, я даже когда об этом думаю, сразу такой сигнал отсел, я начинаю переживать сразу же, вот. Как бы такая мелочь вроде как, но очень неприятная. Я только хочу сказать, что это вообще не мелочь, это важный аспект, который я могу отслеживать в своем теле, и мое тело, это важный элемент меня, и очень важно не обесценивать вот эти состояния, которые происходят, потому что лучше тебя никто не будет, лучше меня никто не будет знать, что я чувствую, как я это чувствую, и даже если кто-то например может мне по своему опыту сказать, что лучше не портить отношения с каким-то человеком, то этот человек будет говорить о своем опыте, и то, что я скажу другому человеку, что мне неприятно, когда ты касаешься или вы касаетесь, это совсем не значит, что я испорчу отношения с этим человеком, но если я не буду говорить, то скорее всего это будет приводить к тому, что я буду портить отношения с собой, это будет связано с тем, что я буду вспоминать о чем-то, и мне уже будет дискомфортно, то есть когда я буду прятаться от этого человека, минимализировать контакты, то есть буду приводить, это будет приводить к тому, что я буду в стороне стоять в каких-то важных моментах происходящих, поэтому очень мне кажется, что важно, если происходит, когда другой человек уже дотрагивается до меня, мне уже сразу вспоминается эта ситуация, как получается триггер, то, что я стала менее тактильной, и мне неприятно, когда уже другой человек дотрагивается до меня, потому что сразу вспоминаю про это. То есть я хочу только опять-таки поддержать, что это нормально, что мне не нравится, когда меня трогают другие люди, и это нормально, не разрешать другим людям меня не трогать, то есть меня трогать, когда я говорю о нет, и если этот человек умеет слышать, то скорее всего он это услышит и отнесется к этому с уважением, а не будет делать из этого ну какой-то там скандал, скажем так, но очень важно позаботиться и заботиться о себе, не думать вот в этом направлении, что это, например, приводит на будущее, что это все испортит. На самом деле подумать про момент здесь сейчас, что это портит вот сейчас мое состояние, что я вот, как ты говоришь, что это уже триггерит меня в прикосновении с других людьми, с другими людьми, что важно вот подумать о своем теле, что мое тело, оно имеет право чувствовать и моему телу имеет право не нравиться. И кто бы это ни был, близкие отношения, романтические, человек, с которым мы в рабочих отношениях, человек, которого я никогда не знаю, я имею право вот это отстраивать свою границу, как я хочу, чтобы меня трогали либо не трогали. и реагировать на основе того, как я хочу, а не на основе вот этой предполагаемой будущей реакции другого человека. Потому что если мне не нравится чье-то прикосновение, оно мне уже не нравится. Оно мне не понравится так вот просто. Оно мне может понравиться только тогда, когда я буду хотеть прикосновение. Пока я его не хочу, оно мне будет не нравиться. И тут, ну, мне кажется, если есть возможность подумать, каким образом просто и сказать про это, заявить, чтобы обозначить вот эту границу. Потому что мы все разные по тактильности и кому-то хочется больше, кому-то меньше, но это не значит, что если мне вот хочется так, что я странная. Это только значит о том, что вот мне хочется так и это имеет право быть. Поэтому сказать, опять-таки, да, чтобы, я уверена, что это нелегко, уверена, что это тяжело, особенно в ситуации иерархии, может быть, но, может быть, есть там возможность воспользоваться поддержкой, если это вот именно про иерархию будем сказать, это с каким-то другим человеком вместе. Даже я буду говорить, этот человек будет просто рядом стоять, чтобы при свидетелях. То есть, если посмотреть, как вот мне могло бы быть комфортнее, но не ждать, что другой человек догадается и не думать, что вот все полетит в тар-тарары, только подумать о том, как я могу себя, как я могу лучше себя почувствовать, как я могу позаботиться о себе, а не вот о комфорте другого человека, когда он меня трогает, потому что он тактильный. и поэтому, почему я говорю, что с учителем отношения испортились из-за этой темы, это потому, что как бы был даже, можно сказать, скандал из-за того, что вот я перешла новую школу и узнала о том, что мальчики позволяют себе дотрагиваться до девочек и в груди, и в бедер, то есть не просто дотрагиваться и шлепать. И я сказала, что, ну, это же как бы домогательство, получается, что это очень-очень серьезно, и учительница вот как раз у нас отношения очень натянутые, она сказала, что мне было очень приятно, если бы какой-нибудь девятиклассник дотронулся до меня и шлепнул меня, вот она прям так и сказала. И поэтому очень трудно потом мне также сказать о том, что я не хочу, чтобы вы просто дотрагивались до меня. Мне очень жаль, что это происходит в мире, мне жаль, что это происходит, что ты это слышишь в своей жизни, что это не сериальная какая-то история, да, но... Я сама не поверю, что это может происходить и что я первый человек, кто повлияло на это, ну, потому что девочки, которые рассказывали мне про это, они уже четыре года сталкиваются с такими, они сказали мне, просто привыкали, как бы я так села, и все больше эти мальчики не трогают никого, я очень рада, потому что я немножко постарала как бы от этого, но зато больше никто не трогает из мальчиков. это такое отважное поведение, когда ломаешь систему в школе или в коллективе или вообще это про то, что особенно другие люди, которые говорят, у тебя ничего не получится, это бесполезно, это ситуация дискриминации, ксенофобии, всех таких ситуаций, нарушения границ, очень часто другие вот дают такие советы для того, чтобы если у них не получилось, то они хотят, чтобы или там они настраивают, что и у других не получится, поэтому выйти из этого круга, для этого нужна вот эта сила, и мне кажется, вот этот вот кейс, о котором ты говоришь, что это повлияло на ситуацию и улучшило ее, это говорит о том, что эта важность не игнорирования, когда даже другие говорят, что бесполезно или когда она со всеми, лен со всеми, так что это говорит о том, что окей, но мне не нравится, и я имею право про это говорить, заявлять и заботиться о себе, о своем теле, о своих подругах могу заботиться, да, либо о других людях, которые, что я не соглашаюсь с тем, что я вижу или с тем, что я слышу. у нас в обществе как-то принято, потому что нужно, девочки, они как бы всегда умеют, а вот именно в этой ситуации говорят, что вы же девочки, вы умеют, а мальчики, но они еще, они же развиваются медленнее, у них вот такой ветер в голове, просто понимаете, они такой за вами ухаживают, вот, именно в этой ситуации мы как-то мальчики так ухаживают, но это же вообще не так, это ужасное проявление чувств, как бы обзывательство еще про твой вес, про, не знаю, голосы на твоих руках, что-то еще такое, ну что-то, это разве проявление каких-то чувств. Ну, к сожалению, вот эта ситуация с оправданием насилия или с оправданием дискриминации намного проще оправдать и сказать, что ведь, ну вот, вот такой повод, поэтому, поэтому это вот вопрос, почему и зачем, потому что там мальчики считают так, или у них еще ветер в голове, потому что так проще жить многим, чем разбираться, задавать уточняющие вопросы, не подчиняться вот этому вот, вот этой дискриминации, которая происходит и не закрывать на нее глаза, поэтому очень важно отслеживать в себе вот эти состояния, что мне не нравится, это нарушает мое такое внутреннее достоинство, чтобы реагировать, потому что потом мы выходим из помещения, из школы, с работы, и мы потом с этим живем, с тем, что происходит. Не те другие люди, которые нам говорят, как нам надо жить, либо как учат нас, что вот это правильно, хотя мы считаем, что не только мы остаемся с этим, и важно именно на основе своих ценностей выбирать свои решения, с которыми хорошо мама. Я тогда еще хочу уточнить, есть ли еще какой-то вопрос, или будем заканчивать. У меня есть вопрос. Что делать, если ты хорошо решилась на отстаивание своих границ, но человек это не берет во внимание и продолжает нарушать эти границы, и как заново об этом говорить, и что нужно вообще делать? Говорить, пока он это не перестанет делать, или как-то другое поведение нужно, тактику изменить? Мне кажется, очень важно понять, сколько я готова объяснять человеку или пояснять человеку то, что важно мне, и сколько я готова это делать раз, чтобы понять, что человек меня не слышит, и я не буду больше терять время на ситуацию, в которой меня не слышат. Это про момент, связанный с тем, что если, например, кто-то нарушает, например, делает мне больно, я говорю, мне больно, и мне кто-то делает второй раз больно, я говорю, мне больно, и говорю, как бы я хотела, чтобы мне не было больно, или там ситуация, когда на работе опять в университете, то есть какие-то ситуации, что я сама могу для себя выбрать вот этот лимит, сколько я готова вложить ресурсов в то, чтобы объяснить, что мне не нравится, и как бы я хотела, и если вот этот лимит исчерпан, то тогда все, я понимаю, что вот это вот конец. Если я в ситуации, когда я понимаю, что это еще не мой лимит, тогда я могу продолжать. Но это чаще, вот, например, взаимодействие с нашими родителями может быть, да, когда там у всех разные отношения с родителями, но, например, когда там родители не слышат или делают вид, что не слышат, я, например, могу считать, но ведь это родители, и на самом деле там, я ведь не могу без родителей, и пока я на самом деле буду думать многие вещи, какие-то свои установки делать в голове, эти установки не всегда помогают мне сохранять свои границы, то есть и тут важно вот сколько, как долго, и когда я приму то, что человек меня не слышит, и когда я это приму, например, то тогда я могу принять новое решение, хочу ли я быть, или хочу я общаться дальше с этим человеком, который меня не слышит, либо я это принимаю, что он меня не слышит, остаюсь, либо ухожу, например. Просто тут важно поднимать вот эти свои свои границы, свои лимиты, да, потому что если я буду не буду их поднимать, то это приводит к истощению, и я уверена, что с каждым разом, когда я защищаю свои границы, когда перед этим был безуспешный такой вариант отстаивания свои границы, то с каждым разом это делать сложнее, потому что у меня есть уже негативный опыт, и я думаю, что ну точно ничего не получится, а если я не верю в результат, то тогда ну вот я и настраиваю себя на то, что не получится. Если ну я понимаю, что все, я сделала все, что могла, человек меня не слышит, но тогда это опять контроль над моей жизнью, я возвращаю себя, я принимаю решение, а не жду, когда человек упрямит за меня. И какое бы это решение не было, потому что это моя жизнь и я с этой жизнью живу своей. Тут вот комментарии вот про то, что в данном случае дистанцируюсь и говорю, что мне некомфортно с собой общаться, так как ты вы проявляете ксенопопию. Есть ли еще у кого-то какой-то вопрос? Я не могу не воспользоваться прекрасной ситуацией, если можно. Я не знаю, вопрос это или не вопрос, это просто ситуация с моей работой, и раз уж есть возможность это проговорить, то я проговорю, потому что я недавно устроилась на работу, сколько, около трех месяцев я работаю в Польше, и у меня на работе значит такая ситуация, что мы работаем вчетвером, вот в одной такой большой группе, три как бы дипломированных работника и одна вот наша помощница, и одна из моих коллег, она ее в общем-то ну унижает, просто унижает, при этом при всем я узнала, что они уже восемь лет дружат, и как-то я первое время реагировала так, как, ну что типа, то есть я давала понять, что происходит, Аня, в чем дело, почему ты повышаешь голос, ну, и потом я поговорила значит с этой помощницей, и поняла, что она ничего не будет делать, то есть, ну, она просто ну не вывезет, не может ей противостоять, вторая моя коллега молчит, и я в общем-то я понимаю, что я и спасателем быть, ну, не хочу, и я не знаю, и мне некомфортно, и как реагировать, я в общем как-то что-то меня это немножко напрягает, и не знаю, как тут правильно быть, работа очень нравится, и как-то так, вот. Ну, в этой ситуации это про то, что я, например, реагирую из-за того, что я вижу какую-то ситуацию и мне не нравится, например, потому что я спасаю ту ассистенту, да, либо, например, я реагирую, потому что это влияет на мои ценности, потому что в моем общении, в моем кругу, например, да, ну, не принято, я не согласна, чтобы как-то так общались, и тут вот это вот спасательство, оно связано чаще всего вот с треугольником Карпмана, да, когда я потом выступаю еще в других ролях тоже, но вот эта ситуация связанная с защитой своих границ, когда, например, вот, если ситуация, когда в моей компании кто-то кого-то унижает, я не согласна, чтобы в моем общении это просто, вот, в моем присутствии это было, и тогда я говорю о себе из-за себя, не говорю, вот, что происходит с другим человеком, да, то есть, когда, например, оскорбление, то тогда я, в общем, мне неприятно, вот, факт, как, что сейчас происходит, там, да, конкретно называя какие-то там или фразы, которые меня не устраивают, чтобы я слышала, либо вот эти комментарии, которые в моем присутствии неуместны, тогда с этим не поспоришь, то есть, с моим состоянием, они во мне вызывают какие-то эмоции, или я считаю, там, что это нарушает мое благополучие на работе, там, мое эмоциональное состояние, тогда я не спасаю, там, не впадаю в этот круг спасательства, когда я думаю, так, вот тебе надо ответить так, или я, там, за тебя постою, или и так далее, и так далее, да, там, это про то, чтобы вот разделить эти две, две функции, которые могут включаться, если эта функция выбирать, там, свои границы и свое благополучие, чаще всего они связаны также с границами другого человека, но вот со своим состоянием я не поспорю никогда, потому что я его, ну, могу более-менее, там, четко распознавать, и тогда я забочусь о своем состоянии, которое, например, может повлиять на состояние другого человека, но оно в первую очередь идет в моем. А то уже второстепенно, ну да, спасибо, я поняла, я, в общем-то, так и говорила, что у меня там на работе так было не принято, и я считаю, это непрофессионально, там, что мы там, что ты там повышаешь голос, мы не можем так общаться, ну, ну, как-то вот, а вот сыны не там, поэтому, ну, наверное, надо долбить, долбить, как дятел, и может быть, тогда. А если еще просто в ситуации, когда, например, кто-то, вот мы объясняем другому человеку, это тоже к предыдущему вопросу, поясняем нашу позицию, да, иногда можно, насколько мы понимаем, вот мы говорим человеку о наших границах или то, что важно для нас, да, насколько, например, я сообщаю о последствиях, что если человек будет вести себя так же, то что потом произойдет, то есть, насколько я вот как человек, который нарушает границы, понимает, что если я начну сейчас кричать, что мне за это будет, да, как это повлияет на атмосферу, на коллектив, на наше общение, то есть, это про то, что, если я, например, говорю, мне не нравится, и точка, да, ну, хорошо, тебе не нравится, и что это значит, да, насколько, если мне не нравится, и я выйду из зума, например, да, или я, мне не нравится, и, ну, я просто не могу больше и увольняюсь, вот, то есть, про то, что вот эти последствия, там, в общении с другими людьми, когда они нарушают нашу границу, они приводят к тому, что ты взрослый, у тебя есть право принимать, там, свои решения, вести себя так, как ты ведешь, но твое поведение приводит к каким-то определенным последствиям, да, и вот эти последствия, если они негативны для этого человека, и человек осознан, то скорее всего он задумается, и если нет, то это негативные последствия для него, или неосознанное там видение ситуации, то есть, и он реализовывает свою цель, там, унижать другого человека, осознанно унижать, оскорблять, там, душить, давить словами и так далее. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. Ну что, мы будем понемножку завершать нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо вам большое, что вы были с нами, надеюсь, что услышали что-то важное и полезное. Для общей информации сказать, что это только начало нашей встречи, ой, а я говорю с выключенным микрофоном. Ну только последние фразы. Хорошо, я просто хочу пригласить еще к следующим мероприятиям, которые у нас будут как недели, сюда в комментарии пришлю ссылочку. Хочу очень поблагодарить Олю, которая сегодня поделилась такой важной информацией, и мне очень интересно, что завтра в продолжении темы у нас будет тренинг про ненасистную коммуникацию, это про похожую тему, в том числе тоже про границы, но про то, как разруливаются уже эти конфликтные ситуации, тот момент, который наступает, если мы столкнулись в своих ценностях и интересах. Поэтому спасибо большое, мне кажется, что это очень хорошая тема для начала, и надеюсь, что действительно это прибавит нам ресурсности и возможности отставить свои границы защищать себя, и в том числе губально уменьшать количество дискриминации в отношении нас и вокруг нас. Поэтому спасибо большое, будем оставаться с вами на связи и следите за нашими Инстаграмами и другими остальными сетями, там будет много обновлений, в том числе у нас будут закрытые ивенты, про которые будет информация, поэтому не пропустите, особенно кто в Минске, вот у нас будет в субботу вечером интересное мероприятие. Вот так таинственно анонсирую. Поэтому спасибо вам всем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok